добрый день сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую красивую интересную шапку кубанку данный головной убор подойдет на объем головы от 52 до 56 сантиметров и саму работу мы разделим на две части сначала мы свяжем основное полотно нашей шапки ровную часть длина которой длина этой полосы будет равна объему головы после мы выполним донышко и соединим между собой две части нашего изделия закончим работу выполнив обвязку рачьим шагом для работы нам потребуется моточек пряжи спицы дополнительная спица или любое другое приспособление для выполнения коз также крючок иголочка ножницей и сантиметровая лента приступаем к выполнению ровной части нашей шапочки классическим набором на 2 спицы набираем 47 петель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и так набираем 47 петель мы набрали 47 петель и теперь распределим петли для наших основных узоров кромочную петлю снимаем и первые семь петель провяжем узором рис 1 изнаночная 1 1 лицевая 2 изнаночная лицевая 4 петли изнаночная лицевая 6 петель и 1 изнаночная мы провязали 7 петель чередуя 1 изнаночная 1 лицевая следующее 36 петель под наш основной узор плетение мы провяжем лицевыми провязываем 1 2 3 4 5 6 итак провяжем 36 лицевых я провязала 36 лицевых петель и мы заканчиваем ряд у нас остается еще 2 петли их я провяжу узором рис опять чередуя 1 изнаночная 1 лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей распределение петель выполнили работу переворачиваем во всех изнаночных рядах мы будем вязать как смотрят петли то есть кромочную мы снимаем над изнаночными петлями провязываем изнаночные над лицевыми лицевые то есть будем вязать как смотрят петли во всех изнаночных рядах так до конца ряда мы с вами провязали два ряда при этом в нашем основном узоре это дополнительные ряды а в узоре рис это ряды узора и сейчас кромочную мы снимаем и будем вязать следующим образом над изнаночной петли сейчас будем выполнять лицевую а над лицевой изнаночную над изнаночной лицевую и наоборот над изнаночной лицевая петли узора рис мы провязали и теперь приступаем к выполнению первого ряда нашего основного взора плетения провязываем 3 лицевые следующие 6 лицевых петель мы будем перекрещивать для этого первые три мы снимаем на дополнительную спицу оставляем перед работой следующие три провязываем лицевыми снятые петли переносим на левую спицу и их также провязываем лицевыми перекрещивание выполнили затем выполняем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и снова перекрещивание на 6 петлях первые три мы снимаем оставляем перед работой следующие 3 провязываем лицевыми снятые петли переносим и провязываем лицевыми сделали еще одно перекрещивание затем провязываем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и выполняем еще одно перекрещивание точно такое же снимаем 3 петли перед работой 3 лицевые снятые петли переносим провязываем лицевыми и нам остается довязать до конца раппорта 3 лицевые сейчас мы с вами провязали 36 петель первого ряда основного узора плетения завершаем ряд мы вяжем 2 петли узора рис над изнаночной выполняем лицевую над лицевой изнаночную и кромочная в конце ряда изнаночной петли лицевой ряд мы выполнили в изнаночном как смотрят петли изнаночный ряд провязали и приступаем к выполнению лицевого ряда кромочную петлю снимаем в узоре рис в каждом лицевом ряду мы меняем петли над лицевую петлю сейчас мы провязываем изнаночную она изнаночная лицевую от лицевой изнаночную над изнаночной лицевой 7 петель узора рис я провязала и приступаем к выполнению 3 ряда нашего основного узора плетения сначала провязываем 6 лицевых на следующих 6 петлях мы выполняем перекрещивание 3 петли снимаем на дополнительную спицу оставляем перед работой провязываем 3 лицевые снятые петли мы переносим и провязываем лицевыми выполнили перекрещивание затем 6 лицевых и выполняем следующее перекрещивание 3 лицевые петли снимаем и оставляем перед работой затем провязываем 3 лицевые снятые петли мы возвращаем провязываем их лицевыми выполнили второе перекрещивание снова 6 лицевых 2 3 4 5 6 и выполняем 3 перекрещивание точно так же 3 лицевые оставляем перед работой затем провязываем 3 лицевыми и возвращаем снятые петли их также провязываем лицевыми мы провязали 36 петель основного узора третий ряд и завершаем работу две петли узора рейс провязываем над лицевой изнаночная над изнаночной лицевая и кромочная изнаночной петли в изнаночном ряду как смотрят петли изнаночный ряд я провязала и приступаем к выполнению лицевого ряда кромочную снимаю и снова меняем положение петель над изнаночной лицевая над лицевой изнаночная так провязываем 7 петель узора из провязали далее пятый ряд нашего основного узора провязываем 9 лицевых затем 6 петель мы перекрещиваем 3 петли снимаем оставляем перед работой следующие 3 провязываем лицевыми снятые петли переносим и провязываем лицевыми выполнили затем 6 лицевых выполняем следующее перекрещивание 3 лицевые снимаем оставляем перед работой затем провязываем 3 лицевые снятые петли возвращаем провязываем лицевыми выполнили 2 перекрещивания провязываем 9 лицевых провязали 36 петель основного узора и завершаем ряд над изнаночная лицевая над лицевой изнаночная кромочная изнаночной петли в изнаночном ряду как смотрят петли приступаем к выполнению следующего лицевого ряда кромочную петлю снимаем провязываем 7 петель узора и рис над лицевой изнаночная и наоборот над изнаночной лицевая провязали дальше 7 ряд нашего основного узора и первые 6 петель мы будем перекрещивать для этого первые три мы снимаем оставляем перед работой следующие 3 провязываем лицевыми снятые петли мы переносим провязываем их также лицевыми выполнили перекрещивание далее 6 лицевых и выполняем следующее перекрещивание 3 петли снимаем оставляем перед работой 3 лицевые снятые петли переносим не провязываем лицевыми провязали снова 6 лицевых и выполняем 3 перекрещивание снимаем 3 лицевые затем провязываем 3 лицевые снятые петли возвращаем и провязываем лицевыми и довязываем 6 лицевых мы провязали петли основного раппорта 36 петель и теперь две петли узора рис изнаночная лицевая кромочная изнаночной петлей в изнаночном ряду как смотрят петли вот так сейчас выглядит наше полотно мы с вами провязали 8 рядов нашего основного узора плетения то есть узор повторяется с первого по восьмой ряд 9 ряд вяжется как 1 10 как 2 и так далее дальше мы продолжим работу ровным полотном и свяжем полосу длина которой будет равна в сантиметрах объему головы я продолжила работу ровным полотном и у нас получилось вот полоса которая по длине как ранее я уже говорила должна быть равна в сантиметрах объему головы в нашем случае вот 52 сантиметра ну так как полотно хорошо тянется данная шапочка подойдет на объем головы от 52 до 56 сантиметров и сейчас мы петли закроем закрываем петлю в лицевом ряду и провязывать я их буду лицевыми первая вторая третья четвертая пятая шестая седьмая итак мы закрываем до конца ряда петли нашей нижней основной части шапочки я закрыла пока мы полотно откладываем для верхней части нашей шапочки необходимо связать круглая донышко крючком как выполнить такое донышко вы можете посмотреть в нашем уроке номер двести тридцать четыре в данном уроке показан принцип выполнения донышко в данном случае размер донышко то есть диаметр донышко у меня 18 сантиметров и связала я всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 рядов в зависимости от толщины нити в вашем случае количество рядов может быть или больше или меньше и дальше нам необходимо соединить между собой донышко и основную часть для того чтобы приступить к присоединению располагаем полотна следующим образом донышко вот к себе основная часть от себя при этом нижняя часть полотна шапочки там где у нас 7 петель узора рис складываем изнаночной стороной вовнутрь после выполнения донышко я рабочую ниточку не обрезала и сейчас по кругу провязывая ряд столбиков без накида я буду присоединять к основному полотну сейчас выполняю одну воздушную петлю подъема и вот под кромочную петлю первую кромочную петлю основного полотна завожу крючок захватываю рабочую ниточку вытягиваю петлю и провязываю столбик без накида затем завожу крючок в ту же петлю подъема куда мы заканчивали выполнение последнего ряда донышко и затем в ту же кромочную в которую только что вот и разверну в которую только что я выполняла столбик без накида провязываю еще один столбик без накида провязали в одну кромочную петлю 2 столбика без накида в следующую кромочную мы провязываем один столбик и при этом вот мы захватываем верхушку столбика с одним накидом донышко и затем вводим крючок уже в следующую кромочную провязываем протягивая петлю через обе петелечки столбик без накида затем вводим уже в следующую вершинку и в следующую кромочную провязываем столбик без накида затем заводим в следующую вершинку но в ту же кромочную то есть дважды провязываем столбик без накида теперь в следующую вершинку и в следующую кромочную провязываем столбик без накида затем следующую вершинку следующую кромочную сначала один столбик без накида затем следующая вершинка и в ту же кромочную второй столбик без накида то есть в моем случае я просчитала что мне нужно присоединять именно так чередуя в одну кромочную сначала два столбика без накида затем один снова 2 затем один вашим случае может ситуация быть немножко другой как просчитать то есть вы должны по кругу вашего донышко последнего ряда просчитать количество столбиков и также просчитать количество кромочных петель по всему полотну которую вы связали и уже исходя из этого выполнить присоединение и так мы присоединяем полностью наше донышко я завершаю ряд присоединения давайте посмотрим как выглядит наше полотно вот со всех сторон я завершаю ряд выполняет соединительную петлю воздушную петлю подъема и теперь я хочу выполнить еще ряд обвязку рад чем шагом вот того ряда которым мы присоединялись выполняем ряд но это уже по желанию завожу под вершинку столбика захватываю рабочую ниточку прокручиваем провязываем 2 вместе вершинку столбика прокручиваем 2 вместе ты тебя скорочем шагом даст нам еще больший объем соединение донышко и основной части как я провяжу по кругу я завершила выполнение одного ряда обвязки рачим шагом вот по кругу нашего донышко и для того чтобы завершить работу нам остается сшить полотно нашей шапочки вот ниточку я уже одела в углу будем сшивать следующим образом вот наши петелечки полотна хорошо просматриваются я буду подхватывать именно петелечку полотна с одной стороны и точно так же вот одна петелечка 2 это закрытые петли а я беру саму петелечку полотна на противоположной стороне точно так же получается вот таким образом под петелечку полотна видно с одной стороны полотна с другой шов получится аккуратненький практически незаметный а с внутренней стороны будет рубчик я его покажу когда завершу работу я завершила выполнение шва вот так выглядит полотно по лицевой стороне с изнаночной стороны как я и говорила у нас получился рубчик наше изделие готово сегодня мы с вами научились вязать очень интересную классическую шапку кубанку я желаю вам творческих успехов так с этимrée желаю вам спасибо за просмотр мы поднимаем что прийти и попробуем но наше изделие трансформа мы с вами посмотрим как альтрас я знаю что это вы так бы смотрите вы так вы знаете не навчанно вы так вот вы так вот вы так вот вы так вот вы таките вы так же